В майском сельском поселении произошло замечательное событие – открытие модельной библиотеки. И это действительно праздник для всех местных жителей. Эта библиотека стала уже четвертой в районе, созданной в рамках национального проекта «Культура». И она обещает стать настоящим центром притяжения для всех любителей книг и знаний. На торжественном мероприятии присутствовало немало гостей. Среди них министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев, глава района Заур Хамирзов. Мероприятие началось с выступления юных артистов района. Редактор субтитров А.Семкин Глава муниципалитета поприветствовал всех присутствующих и с гордостью отметил, насколько значимы модельные библиотеки для культурного и образовательного развития района. Очень радостное событие. Буквально, как будто вчера мы в торжественной остановке открывали этот замечательный дом культуры. Сегодня при нем мы поправляем в четвертом отремонтной мероприятии. Я надеюсь, я уверен, что по благо именно жителей майского сельского поселения будет работать в данном учреждении. Это новый формат. Практика показывает, что там, где открывается модельная библиотека, когда мы впервые открывали детство модельной библиотеки, в Оли-Кашхабре, абсолютно много культурного развития. Очень радостно, что именно дети и библиотеки именно занимаются там. Уверен, что юмористские сельские поселения будут то же самое. Эту работу по ремонту и строительству домов культуры будем продолжать. Министр культуры региона, в свою очередь, подчеркнул, как важно создавать такие пространства, которые привлекают молодежь и способствуют формированию комфортной атмосферы для чтения и обучения. Хочу вам сказать, что вот закончился первый этап реализации национального проекта, первые сроки реализации завершены, был национальный проект культуры, это благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину все это стартовало, и в рамках национального проекта культура работа по созданию модельной библиотеки оказалась, пожалуй, самой успешной. И, конечно, отравно говорить, что у нас в ступнике Абигет уже 15-я модельная библиотека, 4-я в Кашкабульском районе, ни в одном районе столько лет. Чем я вас поздравляю. И, конечно, большая благодарность главе и ступнике Мурату Харубичу, Крупилова, он всегда очень поддерживает. Вообще в целом культуру и в частности этот проект, хотя здесь основная, нужно признать, основная нагрузка, конечно, ложится на органы местного самоуправления. Я хочу поблагодарить и муниципальное образование, и Кашкабульский район, и управление культурой, и работников библиотеки, работниц, которые с горящими глазами все это делали, это все правда и не просто. Хочу еще раз всех поблагодарить, нас всех поздравить с тем, что мы еще одну такую задачу решили. Спасибо. Далее слово предоставили главе поселения Андрею Датску. Я хотел бы всех поздравить с таким замечательным праздником, с открытой модельной библиотеки. Вы уже слышали, сколько их открыто по республике, сколько открыто их у нас в районе. В том числе и майские поселения туда попало. Мне очень отрадно заявить, что рабочее пространство в нашем доме культуры организовано таким образом, что у нас, видите, какой большой файл. То есть мы можем принять большое количество людей на любой праздник, организовать любое мероприятие. Сама библиотека, она состоит как бы из двух частей, и обычная библиотека, и модельная. Рабочее пространство тоже очень большое, в чем, я думаю, наши гости сегодня убедятся, когда мы проведем экскурсию по этой библиотеке. Поэтому я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Это большое открытие для нашего поселка. И жители нашего поселка, я скажу, не только молодежь, но и пожилые люди, и среднего возраста, все посещают эту библиотеку. То есть она пустоит, не бывает никогда. И все присутствующие здесь это подтвердят. Я хочу, чтобы еще больше людей приходило сюда, посещало данную библиотеку. Плюс к этому у нас есть уже открытые различные студии. В данном доме культуры целые две студии уже работают на сегодняшний день. И на сайтах это можно уже увидеть. И в Уртюбе везде. Поэтому спасибо всем, кто участвовал. Спасибо нашему министерству, спасибо району за то, что поддержали, за то, что прошел такой замечательный проект. Нам он всем нравится. Своих коллег с таким событием поздравил начальник управления культуры Рауф Хурия. Книга, я считаю, это одно из самых удивительных творений человеческого времени за всеми стопы мировой цивилизации. Я пользуясь случаях, обращаясь ко всем, в первую очередь к молодому покатению, и, пожалуйста, не любите книгу. Это самое мудрое, самое удивительное, самое доброе творение, с которым вы можете иметь дело. Еще раз всем большое спасибо с праздником. Свои искренние слова поздравления работникам библиотеки адресовала постоянный читатель Ольга Панкратова. Модульная библиотека открывает такие огромные возможности, когда мы можем любую книгу достать в этой библиотеке, посмотреть и прочитать. Поэтому я очень рада за насельчан, что они получили такую возможность. Очень рада за наших детей, что они теперь с большим интересом, с большими возможностями смогут работать, познавать что-то новое. Уважаемые гости, слово предоставляется директору межпосединической централизованной библиотечной системы в униципальном образовании Мишихарковский район, Хакуновой, Катимир, Слава. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, участники Вселенной библиотеки. Конечно, мы ее переполняем. Не буду повторяться, что это у нас четвертая новая библиотека. Благодаря национальному проекту «Культура» по дизайну проекту «Слава Библиотпиевна» удалось реализовать данный проект. И, конечно же, при поддержке Министерства культуры Республики Абликея, при поддержке Зора Скопеевича, проектного офиса, который практически 24 часа в сутки с нами вместе. Спасибо всем огромное. Добро пожаловать дальше больше. Мы благодарим всех, кто вложил свой труд и знания в создании модельной библиотеки в поселке Майске. И приглашаю вас на экскурсию по обновленной библиотеке. Желаем приятных впечатлений. О, О, Лев Николаевич, вы бы были бы крайне удивлены убить его все это. Во все времена, основным источником информации была книга. Мы живем в эпоху стремительного развития цифровых технологий. И получить любую информацию стало делом нескольких секунд. Казалось бы, зачем нам теперь книга? Но не тут-то было. Именно развитие цифровых технологий стало точкой отсчета для нового времени. Библиоблогерство. Теперь все самые сокровенные знания всех времен и народов стали доступны по одному мгновению вновь. И благодаря развитию библиоблогерства мы можем, находясь в любой точке мира, прочесть книгу любимого автора, узнать мнение и отзывы. Таких же любителей книг и обменять свои впечатления. Потропитесь вместе с нами, получить новые эмоции. После официальной части мероприятия гости смогли насладиться экскурсией по новой библиотеке, которая радовала глаз своим современным дизайном и удобством. Библиотека разделена на несколько уникальных зон. От уютной детской до высокотехнологичной компьютерной зоны, где каждый найдет что-то по душе. Особое внимание было уделено команде библиоблогеров, которые будут активно освещать жизнь поселка и будут привлекать внимание к библиотечным мероприятиям. Это отличный способ сделать библиотеку еще более живой и интересной. В Майской модельной библиотеке нового типа будет реализован проект творческая студия библиоблогер под названием IT-бокинг. В этой студии будут заниматься дети начиная с 10 лет и больше. И молодежь, конечно. Все желающие, кто захочет. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься пропагандой книги, чтением, продвижением краеведческой литературы, истории, культуры, искусства нашего поселка, нашей Адыгеи, нашего района, нашего регулина. Я посещаю библиотеку довольно часто, особенно, когда вот открылась модельная библиотека. Я думаю, что я посещать буду ее почти каждый день. Мы снимаем, берем интервью, узнаем для себя что-то новое, монтируем, выставляем. Сделали, мы создали свой аккаунт и теперь будем вести свой канал и блогерство нашей новой библиотеки. Такое место, как новая модельная библиотека, действительно способствует привлечению молодежи и созданию активного культурного пространства. В ближайшее время здесь запланирован целый ряд мероприятий, которые объединяет как взрослых, так и детей, создавая возможности для общения обмена опытом. Это не просто библиотека, это место, где будут рождаться идеи, дружбы и новые увлечения.